Так или иначе, талантлив каждый человек, но особенно талантливы, конечно же, дети. И именно сейчас таланты детей со всего полуострова в центре внимания. Говорю я, конечно же, о масштабном шоу, которое телерадиокомпания Крым устроила, шоу «Таланты». И сейчас более подробно нам расскажет руководитель этого шоу-конкурса Вильдан Милушев. Привет! Привет, Вильдан! Во-первых, хочется тебя поздравить с наградой, которую получила ваша команда на премию «Журналист года». Это на самом деле большое достижение. Мы вместе с нашим генпродюсером находились на этом вручении. Помимо огромного количества наград, которые приняли наши сотрудники и радио, и ТВ, и так далее, были многие отмечены. В том числе отметили наш телепроект в номинации «Телепроект года». Мы забрали эту награду, надеясь, абсолютно честно и справедливо получили, заслужили, потому как трудились очень долго, очень много людей, очень долго трудились. И вот, я надеюсь, этот труд был по итогу вознагражден. Вы практически были заняты в этой работе 24 на 7, не зная сна и отдыха. Ты когда планировал этот проект, знал ли, что ты столкнешься с такими трудностями? И вообще, с чем ты столкнулся, что было для тебя открытием? Да все было открытием. Напомню, это первый подобного рода масштабный проект в крымском телевидении. И поэтому все, что происходило, все было открытием. Естественно, мы с командой проводили логистику, загадывали, придумывали, сочиняли, надеялись, но по итогу совсем сталкивались вживую впервые. Все было в новинку. Поэтому это было очень интересный, трудный, но полезный опыт. Хотелось бы узнать, потому что многие спрашивают о том, будет ли таланты для взрослых. Да, да, да. Сейчас мы... Раскрой секрет. Сейчас мы хотим немножко переварить то, что все, все, что происходило, проведя некий анализ. Хотя мы проводили анализ, прям в процессе работы проводили, естественно, анализ, смотрели, как у нас это все получается сделать. Взрослые таланты будут в следующем году. Надеюсь, мы вдохнем-выдохнем после новогодних праздников. И начнем сразу же работу над следующим сезоном, да. Удалось ли реализовать все задуманное? Да, да. Я думаю, даже более чем. На стартовом этапе не всегда была понятна и ясна полная картина того, что происходило. И только в процессе некоторые моменты идеи появлялись, и мы их пытались реализовать. Я думаю, что все задуманное удалось реализовать. Все-таки поговорим по поводу финала, потому что у вас были гости. Гости эти звездные, известные не только на полуостров, но и на всю Россию. Расскажи об этом. Да, да, да. Пригласили и Дмитрия Харатьяна. Дмитрий Вадимович сразу же откликнулся, согласился приехать. И не просто приехать в роли приглашенной звезды, а он принял участие в концертном номере. То есть двое ребят финалистов. Артем Покин, Денис Кучер. Им повезло, они пели на одной сцене вместе с оркестром и с Дмитрием Вадимовичем Харатьяном. Ничего себе. Это было очень круто. Еще повезло Саше Красоткину. Он танцевал свою композицию хореографическую, исполнял вместе с Эвелиной Блёденс на одной сцене, которая пела песню. Но я думаю, телезрителям это виднее, если они ее уже видели. Напоминаю, друзья, каждую субботу у нас выходила программа «20-15». Если вы не успели это сделать на выходных, то можно это посмотреть, зайти на сайт. И обязательно нужно зайти на сайт. Почему? У нас-то в финале по итогу было шестеро ребят. Из шестерых только трое стали, получается, победителем в каждой из своих номинаций. И теперь за троих нужно отдать свой голос. Я как раз зашел сейчас на сайт, чтобы посмотреть, сколько у кого голосов. Саша Красоткин, 31 голос. На данную секунду Диана Зубкова, 109 голосов. Артем Фокин, 29 голосов. Итак, друзья, все абсолютно честно и прозрачно. Заходите на наш сайт www.nitvk.ru Отдавайте свой голос за того, кого вы считаете действительно достойным Кубка Гран-при абсолютного победителя Шоу Таланты. То есть настоящий грандиозный финал еще не произошел? Да, да, да. Он состоится в эту субботу? Прямо перед Новым Годом, да? Нет, нет, не в субботу. Это финалом... Мы 31 декабря решили объединить всю семью. Ух ты! Все семьи крымские, чтобы вечером сели за столом, салат оливье, мандарины, все красиво и большой семьей смотреть итоги нашего долгого полугодового труда. Подожди, Вильдан, это будет прямой эфир? Нет, нет, не прямой эфир, это будет запись. Мы будем записывать программу 30-го. 31-го уже покажем. В общем, заходим на сайт, голосуем за ребят, это очень важно. Вильдан, мы благодарим тебя за то, что ты создатель такого грандиозного проекта. Нас много, нас много. Пожелаем вашей команде удачи. Порядка сотни человек. Ребята, вы представляете масштабность? Огромное количество операторов, режиссёров, осветителей, постановщики, инженеры. Огромный гримцех, который всех нас спасал, которые 24 часа у нас длилась съёмка, а они продолжают на нас набрасывать в эту косметику, чтобы мы не блестели. В общем, огромная команда, это огромная победа нашего телекомпании, нашей телекомпании, нашего телеканала. Надеюсь, телезрители вам это нравятся. Ура! Кстати, нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня это утро вместе с нами встречала Вильдан Милушев, руководитель шоу-конкурса «Таланты. Финал». Смотрите, как вы уже успели понять. 31 декабря собирайтесь всей семьёй. Смотрите, это будет незабываемо. И переживайте, волнуйтесь и болейте за своих любимчиков.